Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте. Большой планный привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» программы «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. И я вам хочу сказать, что сегодня у нас в гостях человек, про которого, я даже не скажу, что он лучший в стране, это безусловно, он лучший в мире. Или точнее, лучший в мире, да что там лучший в России. Фотограф дикой природы Сергей Горшков. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Для нас, правда, большая честь, невероятная радость видеть вас в этой студии. Ну и, конечно, поговорить и пообщаться с вами. Тем более, что есть вот такой повод, очень, мне кажется, любопытный и интересный. Я срочно перехожу к нему и рассказываю о том, что завтра, 26 января, в Центральном доме художника открывается пятый общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Продлится этот фестиваль по 25 февраля, так что времени, мне кажется, достаточно. И выбрать уж точно можно денек-другой для посещения этого фестиваля. А посмотреть там есть на что. Это уж точно. Сергей является, мало того, что участником фестиваля, то есть ваши работы там тоже будут представлены, да, Сергей? Да, в этом году выставка будет «Плато Патерана». Ах, как раз! Это величайшая ваша работа. Обязательно мы сейчас о ней поговорим. Я хочу еще сказать всем просто, чтобы они понимали, что не только ваши работы будут представлены, но и работы большого количества российских фотографов. В этом году 140 авторов отобрано... Вами. Да, отобрано около 500 фотографий, и отобраны... Фотографы со всей страны как бы представили свои фотографии. Мы начали отбирать еще, скажем, первые фотографии начали поступать уже летом. Мы придумали идею. В этом году будет меньше авторских выставок. Мы как бы взяли страну, разбили на регионы. Ну, как бы они все понятны нам, регионы. Там Дальний Восток, Сибирь. Взяли Камчатку, озеро Байкал, Якутию, Арктику. И вот по этим регионам стали собирать фотографии. Фотографий получилось широко много, что реально взорвался мозг, чтобы выбрать самые-самые, чтобы не обидеть всех авторов, чтобы как бы было равнодоступу, то есть каждый автор был представлен, как бы, чтобы фотографии не повторялись, чтобы они показывали каждый регион в отдельности. То есть это проходила ежедневная такая незаметная никому работа, которая, ну, потратились огромное количество времени. Мы скомпоновали этой выставки, да. И плюс у нас еще центральная зона выставки будет, скажем так, сборная. Те, кто не вошли в эти региональные выставки, будут представлены в центральной зоне. Там укажу автору 1-2 фотографии. Но это, скажем так, обо всем, о России, о первозданной природе России. Кроме этого, в этом году первый раз вообще в истории, скажем так, российской фотографии мы договорились с музеем истории, который проводит уже 54-й год соревнований среди диких фотографов, файдлайф-фотографов ОЗЕ. В этом году мы первый раз в России привозим к нам в Москву эту выставку и будем показывать ее параллельно в Центральном доме художники. Мы специально выделили место и зал, и там будут висеть 100 лучших работ, которые отобраны. Ну, этот конкурс, вайдлайф-фотографов ОЗЕ, считается, ну, это как чемпионат мира среди фотографов дикой природы. И я считаю, что за честь привезти и показать ее, то, что снимается в мире. Там ежегодно порядка от 80 тысяч фотографов присылают фотографии, то есть со всего мира фотографии. Это невероятный объем, я не могу даже себе представить. И выбирают 100 лучших. То есть из этих 100 лучших, ну, любая может стать победителем. Здесь уже, знаете, дело вкуса жюри. То есть жюри... Ну, удачи, наверное, даже фотографа. Да, да, еще удачи, да. То есть там собираются профессиональные жюри, они выбирают, и вот эти 100 лучших фотографий реально каждая готова назвать, стать победителем. Вот эти все фотографии приехали впервые в Москву, и мы покажем их здесь. Фестиваль, первозданная Россия, программа этого фестиваля очень насыщенная. Там каждый день и мастер-классы, я посмотрела на сайте. То есть не только российские фотографы, но и из-за рубежа приезжают тоже. Да, да, да. Рассказывают о своей работе, показывают, демонстрировают свои работы. Кроме того, будут показы кинофильмов о дикой природе. И какая-то специальная программа даже для детей существует. Более того, насколько я знаю, даже есть выставка или награждение молодых фотографов. Да, да, да. Вот это что, история? Вы тоже там принимаете участие? Ну, первозданная Россия провела небольшой конкурс среди юных фотографов. И именно там будут представлены эти работы, и будут отмечены лучшие среди школьников. И это очень здорово, потому что мы должны, скажем так, подтягивать наше подрастающее поколение, показывать то, что оно снимает, показывать, как нужно снимать. И что, уже не нужно снимать? Это уже снято. А думайте, ребята, что снять оригинальное. И всегда, я всегда всем говорю, ребята, нужно идти на шаг впереди, и это залог успеха. То есть не нужно повторять что-то, это уже снято. Всегда нужно придумать что-то новое, стараться снять что-то необычное в новых местах, с новой точки съемки. За что вас любят во всем мире, это точно, и профессионалы, и всевозможные географические журналы, и телеканалы, как раз за то, что вы всегда фотографируете то, что никто не фотографировал, или так, как никто не фотографировал. Ну, я стараюсь всегда сделать так, что вообще моя, как бы, всегда идея снять там, где никто не снимал, что никогда не снимали, собраться в самые труднодоступные точки России. И это, наверное, один из залогов, потому что реально Россия очень востребована. Не только в России, но вообще во всем мире. Мне ежедневно приходят письма со всего мира. Ну, как бы, так получилось, что я каждый год выступаю на двух-трех разных европейских мировых фестивалях. Как бы, меня знают. За своими работами, выставки, да, проводите? Да, ну, у меня выставки постоянно проходят, плюс фестивали, то есть у меня постоянно общение, и меня люди знают, и, как бы, видя мои фотографии, они хотят приехать в Россию. Вообще, я хочу вот привести пример небольшой. Когда мы начинали снимать на Камчатке, только-только зарождалась в России природная фотография. Но она не в тот момент родилась, она родилась раньше, но она начала вот именно как снежником, так, обрастать именно в те годы, там, 10 лет назад, может быть, 15. И я помню историю, когда я приехал на Курильское озеро, я снимал там несколько лет один. И, соответственно, сейчас... Вообще-то даже, конечно, слышать страшно, а уж представить вообще невозможно. Не, ну, понимаете, когда снимаешь один, это совсем другая атмосфера, другая настроит, работаешь в свое удовольствие. Это мое такое мнение. Я снимал, а потом показывал там в Европе, в Америке, в Китае. И оно как снежником, там приехали другие фотографии, тоже снимали, показывали. И фотографии — это как тихое оружие. Человек увидел, ага, красивые фотографии, хочу тоже это посмотреть. Взял камеру, приехал, и как цепная реакция. То есть фотографии расходятся, тем более сейчас в мир интернета... Это раньше было... В секунды весь мир может посмотреть, да. Да, все это увидит весь мир. И как бы этот мир потом собирается в одну точку. Сейчас Крыльское озеро уже, ну, физически, может быть, это, опять же, мое такое точка зрения, что пересыщение уже людей, которые хотят увидеть его, хотят увидеть, как рыбачат медведи. График посещения надо составлять, я думаю. Ну, это там существует для этого заповедника, они регулируют график своим, да. Но это как маленькая Серенгетия, где вот происходит миграция Антилопгну в Африке. Весь мир едет смотреть, это великое зрелище. Также у нас Камчатка считает это лучшее место в мире для съемки бурых медведей. И сейчас, как бы, такое показательное место, куда едут люди, чтобы поснимать и увидеть, как бы, гарантированно снять и гарантированно увидеть медведя. Вас же даже какое-то время называли медвежьим фотографом, потому что у вас к этим животным особая любовь. И кроме того, подскажите мне, пожалуйста, напомните, вы же первый человек в мире, который снял медведя под водой. И первый человек в мире, представьте, никто до этого... Ну да, это была, дай бог памяти, 2004 год, когда я этого снимал медведей. И я понимал, что медведи снимают все. Там снимают на Аляске, снимают в Канаде. Ну, по всему миру, где есть медведи, снимают в Финляндии. Специальных медведей-моделей, да? Да. И я как бы думал, что придумать новое, как это снять. И у меня родилась мысль, блин, снять медведя под водой. И я помню, ну, это старая история, как бы, я помню, когда я пришел к подводным фотографам, ребята, я говорю, мне нужен подводный бокс, хочу поснимать. Аня говорит, а что ты хочешь снять? Бокс — это решетка, да? Нет, нет, это не решетка, это бокс, это куда ставится камера, чтобы можно было погрузиться с ней под водой. А, это для камеры просто бокс. Для камеры, да. И, соответственно... И о себе переживал Сергей больше за технику. Не, ну да, я помню, первая моя камера, первый мой бокс был пластиковый. Я когда с ним нырнул первый раз, он из пластика, а с учетом того, что температура воды там 4-6 градусов, я засунул руку туда, и пластик не выдержал, и лопнул. И, соответственно, моя камера при первом моем погружении утонула. Утонула. Я тут же вылетел в Москву, пришел к Диме Семенову, к Саше Семенову, Диме Виноградову и Алексей Зайцев, по-моему, был. Я говорю, ребят, мне нужен срочно подводный бокс. Они так покрутили височко пальцем и сказали, ну и попрощались со мной, реально. Они мне дали бокс, и я сразу вылетел на Камчатку. И первое время я снимал «Медведя» в прямом контакте. Ну как, Сергей? Подождите, мы же все знают, что это опасное животное, которое лапкой заденет просто и мало не покажется. Понимаете, в то время я не думал, наверное, о собственной безопасности. Азарт он просто опьянял. И сейчас бы никогда бы не сделал это. Сейчас позволяет техника уже снимать дистанционно, без прямого контакта. Но я тогда, не имея ничего, у меня была в руках камера и было желание. Вы нырнули и ждали «Медведя» или как? Я находил «Медведя», нырял, съемку проходила на расстоянии вытянутой руки, так как подводная. И вот тогда я сделал первый кадр «Медведя» под водой. Я думала, что это получилось только потому, что «Медведь» просто обалдел. Вот такой наглостильный. И потом я понял, что это очень опасно. Я построил клетку, ну даже не клетку, а знаете, как это было? Я на окнах увидел решетки, я их снял. Да, металлические. Металлические, я связал их веревкой, у меня всего было три решетки. И так буква «П» получилась, вот это я вовнутрь залазил. Но если «Медведь» шел вокруг, то я тоже обходил с той стороны, и мы как бы по кругу ходили друг к другу. Я снимал «Медведя», а он смотрел на меня. То есть зоопарк наизнанку получился. Но тем не менее, вот те снимки 2004 года, они стали первыми. И после этого люди увидели, стали это повторять по всему миру. И сейчас это уже поставлено на поток. И с учетом, скажем так, существующей техники, это можно сделать уже безболезненно, дистанционно управлять камерой. Но, мне кажется, вот те первые снимки, они обладают особой энергией, особой, скажем так, духом. И как бы они для меня наиболее ценные. Наверняка кто-то сделает лучшие фотографии, но я говорю, та энергетическая ценность, она для меня очень важна. Сергей, я хочу, чтобы мы сейчас запустили небольшую такую видеонарезку. Это слайд-шоу, фотографии, которые как раз предоставлены нам фестивалем «Первозданная Россия». Да, это здорово. Которые проходят в эти денечки. Если, конечно, у вас будет желание, давайте прокомментируем эту историю. А я приглашаю всех очень-очень срочно просто включать телевизор, если вдруг вы нас слушаете где-то в автомобилях или приложения, открываете. А Лисенок это? Вот это, кстати, водопад, вот одна, полтопа Турана, водопад Иркендинский. Одно из любимых моих мест. Это камчатские медведи, как раз, про которых мы говорили, о которых снимаются со всего мира на Камчатке, люди приезжают. Это песец наверняка где-то арктический регион, но это весенний песец, он линяет. Это наверняка полуостров Таймыр, я так думаю, овцебыки. Это макрофотография паук. Это наш тигр, тоже очень редкое животное, и снять его большая удача. То есть это сивыч, наверняка это какое-то охотское море. Это брачные игры, можно сказать так, страусов, не страусов, а чонги. Очень красивые фотографии, вот пейзажи, вообще в этом году пейзажи, очень много красивых пейзажей прислали наши фотографы. Вот человек, который снимал эту косатку, потратил очень много времени, это тоже... Чтобы сделать этот снимок? Этот снимок, да. Или чтобы ее поймать вообще? Вот медведи земли Франца Осипа, уникальное место, я в этом году был там и видел это все своими глазами. Сейчас я делаю большой проект под названием «Русская Арктика», куда и входит земля Франца Осипа. Я потом расскажу про него. Да, 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 обязательно поговорим. Это вот наш фотограф Шпилинок, который снимает до сих пор вокруг своей деревни. Ну, у него просто уникальный кадр. Удобно. Он один из первых, скажем, метр нашей природной фотографии. Сергей, а почему именно леса была выбрана, ну, я не знаю, как это правильно сказать, символом образом? А вы знаете, леса с первого дня стала как бы символом нашего фестиваля, нашей визитной карточкой. И поэтому на всех рекламных счетах, где стараемся повестить лесу. То есть она, во-первых, всегда привлекает внимание, она яркая, красивая. Это правда. То есть сейчас, если едете по Москве, то очень много видно баннеров висят с лесой. То есть леса всегда... То есть вот если поместить фотографии там животных каких-то, то наверняка большинство людей среагирует именно на портрет лесы какой-то. Интересно, никогда не думала об этом. Ну, это я сам проводил такие интересы, скажем, на Фейсбуке. Я просто размещал сразу несколько фотографий, и леса всегда набирала больше всего отметок. Невероятная красота, просто фантастика, друзья. У нас обязательно еще будет такая же нарезка, слайд-шоу, чуть позже. Так что оставайтесь сами. И самое главное, помните, что до 25 февраля вам обязательно нужно посетить Центральный дом художника. Там будет проходить пятый юбилейный общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Ну, теперь, конечно, я хочу, чтобы вы, Сергей, рассказали нам про непосредственно вашу работу, которая будет представлена там. Вот та самая работа, над которой, если я не ошибаюсь, вы трудились три года. Ну, честно говоря, проект еще, с одной стороны, вроде как бы и закончен, а с другой стороны, он еще и не закончен. Потому что родилось очень много параллельно планов. Ну, я, наверное, расскажу с самого начала. Так будет интереснее. Я начал снимать на Камчатке вообще осознанно, когда взял в руки камеру. И потом, уже снимая на Камчатке, я понял, что невозможно будет всю жизнь петь одну и ту же песню. Нужно куда-то двигаться дальше. И я свой узор бросил на Русскую Арктику. В первую очередь на остров Рангеля. Первая попытка была попасть туда в 2005 году. Но я просидел в Певеке две с половиной недели, не было летной погоды. Я понял, что съемочное время упущено, развернулся, улетел. Да, что-то пошло не так. Да, и только в 2010 году я смог туда попасть. И вот однажды на восточной части острова Рангеля, там есть мыс Уэринг, и там есть маленькая избушка, даже не избушка, а будка от военного автомобиля. Там стоит печка, такая маленькая буржуйочка, двойнар и узенький столик. Она на днарами висит полка, и там лежали журналы. И я открываю журнал, какой-то день была то ли дождь, то ли туман, не помню. И я лежал, листал этот журнал и нашел статью. Я помню журнал, он назывался «Охотное, хочешь хозяйство». И статью о плато Потарана. И там были фантастические такие несколько фотографий, меня они поразили. Я сам прочитал статью и думаю, блин, какое интересное место, попасть бы туда. А снимки, которые вы видели, они были сделаны с самолетов, с вертолета? Нет, нет, это там человек, дай мне память, писал о том, как он там провел несколько лет, а он там был промысловым охотником, но теперь это заповедник, там охота запрещена. Ну, и когда я возвращался с острова Рангеля домой, самолет летит как раз над плато Потарана. И вот, наверное, воля судьбы какой-то, я повернулся, я сидел у левого края, я повернулся и посмотрел в окношку и увидел под собой. Я тогда не понимал, что это. Огромное такое плато было, помню, я возвращался в октябре, это фантастический такой красивый свет был. Это же краски. Да, да, все краски такие красивые. Озера еще не были замерзшие, это белое покрытое плато снегом, и черные такие свинцовые озера прорезаны, они там трещины такие длинные, они как такие полосы, линии во все стороны расходились. Я потом понял, что это плато Потарана, и, честно говоря, с того момента я начал мечтать о том, чтобы побывать там и увидеть все своими глазами. И потом я подал грант в Русское графическое общество, и вот при помощи поддержки Русское графическое общество они поддержали меня в этом проекте. Я провел три года, мы сняли хороший фильм. Там же даже президент, по-моему, принял какое-то участие, да? Да, там благословлял на съемку президента, он вручал лично грант. Вам лично? Да. Это ответственность большая, Сергей. Да, я нес ответственность перед очередь, перед ним, перед Русское графическое общество, да вообще перед тем, как бы всеми, кто... То есть я снимал на деньги попечителей, как бы, я нес ответственность перед всеми, в первую очередь перед самим собой, то есть мне нужно было сделать это. Я сделал, я потратил три года, провел как бы так на плато Потарана. Три года, ну, наверное, с перерывами какими-то? Не, ну да, я выбирал самые такие-то... То есть там нет смысла сидеть все три года, то есть нужно выбрать и знать, куда ехать, то есть точно какое время, какое время года. Какое время года, время суток даже и так далее. Да, и то есть я выбирал самые... То есть когда я первый раз туда приехал, то есть у меня вынос мозга был, я не понимал, с чего начать, потому что, вы правильно заметили, или там медвежий фотограф, я больше знаю снимать как животных, но здесь водопады, и нужно показать их жизни. Ну, туда-то вы отправились, не один, успокойте нас, пожалуйста. Ну, я туда, это территория заповедника, я отправился туда с своим товарищем Василием Сарана, мы с ним договорились, и помните, был фильм «Территория», снимал Александр Мельников. Да, да, я думала, многие смотрели. Да, его многие смотрели, и как раз я участвовал в это время, мы вместе были там на плато, и договорились, что продолжим съемки там. И когда закончилась съемка фильма «Территория», мы с Василием перелетели уже на озеро Айяна, стали снимать проект, он снимал фильм, он снимал два фильма, фильм о том, как я снимаю, и фильм о том, о волках озера Айяна. А я снимал фотопроект о водопадах плато Патарана. Вот я скажу, что очень сложно было зацепиться за тему, за идею, потому что водопадов много, нужно было выбрать главные, красивые, то есть невозможно, там их 20 тысяч, понимаете? Вот, я хотела как-то сказать, что они просто много, хоть невероятное количество, 20 тысяч водопадов. Их даже не 20, их никто не знает точное количество, их невозможно посчитать. Десятки тысяч, в общем, да. Никто не знает, сколько их, потому что, когда начинает таять снег, то есть все каньоны, все склоны превращаются, вот залетаешь в каньон на вертолете, такое ощущение, что у тебя со всех сторон падает вода. Водопады широкие, там узкие, длинные, там падающие со склонов, то есть с рек, с уступов в гор. То есть такое огромное количество, и нужно выбрать самые-самые, я выбрал для себя самых там 10 таких красивых водопадов, сосредоточил их на все свое внимание, как показать жизнь водопада, то есть просто сфотографировать, люди не поймут. Ну, водопад, водопад как бы. И я выбрал такую точку зрения. Я приезжал к каждому водопад в разное время года, то есть вот водопад начинает, снег таять, пошла первая вода. И как он в течение года меняется. Да, как он меняется, то есть летом воды становится, когда все сухо, меньше, осенью опять вода прибавляется, но приходит там золотой цвет, горы покрываются снегом, осенью, наверное, самое лучшее время, когда начинает вода замерзать. Представляете, там при минус... Вот нужно поймать этот момент, когда там минус 40 температура, вода начинает падать, она не долетает, и замерзает, и образует невероятной красоты сосульки. То есть там просто, когда это смотришь, ты не можешь понять, как это, то есть это все на глазах происходит. Потому что завтра ты можешь приехать, все, вода уже заморожена, и все. Момент упущен. Да, момент упущен. И следующий момент. Казалось бы, все, водопад замерз, воды нету. Но в связи с тем, что вода выходит из... Земля выжимает воду, она идет сверху, все реки промерзают до дна, и образуются невероятные высоты наледи. И потом вода идет, и на, казалось бы, осенью там замерзший небольшой рычеек, а к весне на месте этого рычага, там десятки метров шириной наледи образуются, и высотой красивый лед. Это тоже фантастическое зрение, когда там, представляете, там 100-метровая высота льда такая стоит замороженного, это голубого льда, это очень красиво, реально, воду с мозгом. Сережа, я прошу прощения, мы должны прерваться совсем ненадолго, очень скоро вернемся, друзья, наша беседа продолжится. Оставайтесь все вы с нами. Друзья, программа продолжается у нас сегодня в гостях Сергей Горшков, ну, величайший фотограф современности, известный по всему миру, и работу которого вы, кстати, можете посмотреть, вот уже начиная с завтрашнего дня, посетив фестиваль «Первозданная Россия», фестиваль природы, который будет провалиться в Центральном доме художника аж до 25 февраля. Время достаточно, я думаю, что можно даже сказать 2-3, а то и 4 раза, потому что за раз невозможно все это правильно рассмотреть и посмотреть, потому что каждый кадр достоин, мне кажется, достаточно долгого внимания. Да, ведь, Сергей, так? Я люблю вообще на выставке ходить, я сам пообщаю выставку несколько раз, потому что, ну, обычно приходишь, а вокруг тебя сразу много народу, и отвлекают, и не дают посмотреть. Я люблю походить, посмотреть, помагитировать, там, понять слабые стороны, чтобы на будущий год учесть и уже не допускать этого, понять сильные стороны, как бы, чтобы их улучшить еще, понять какие-то новые идеи, может быть, родятся, все это нужно записать, и, как бы, я всегда посещаю каждую выставку по несколько раз. Ну, реально, кроме, там, каких-то таких профессиональных вещей, нужно взять свою семью, взять своих детей, друзей, прийти походить, посмотреть, там много чего интересного может быть. Просто интересная программа, там будет, допустим, первая суббота Росксения будет выступать, два дня фотографа будет, будет выступать фотограф, союз фотографов дикой природы России. То есть это такое наше движение, которое объединяет вокруг себя все больше и больше любителей, любителей природы и фотографов дикой природы, потому что, ну, хочется общаться среди своих, показывать, рассказывать, знать, как другие снимают. Это как раз это... Обмениваться и делиться, конечно. Обмениваться идеями, информацией, да. И как раз это общество создали несколько лет назад. То есть просто энтузиазмом собрались, ребята сказали, давайте жить вместе, и вот, и живем вместе. И живем. Мы с вами до ухода вот на наш небольшой перерывчик как раз говорили о той работе, которые представлены будут на первозданной России, плату Хуторана. Хочу немножечко еще, чтобы мы с вами договорили об этом. Да, закончу, нельзя бросать. Да, 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 потому что... Вы, кстати, еще вот что заметили, что работа вроде бы как завершена, но в то же время еще и нет. Вот как нам понимать эти слова? Ну да, здесь такое философское отступление, потому что... Ну, итогом каждой работы является, там, ну, допустим, для меня фотоальбом. Фотоальбом, фильм снятый... Кстати, у вас их сколько на сегодняшний день? Шесть, если не ошибаюсь, если верить интернету. Ну, или шесть, может быть, даже больше. Потому что у меня есть альбомы за рубежом, которые здесь никто не знает. Они там продаются, и там публикуются. Ну, наверное, в районе десяти уже. И как бы сейчас на очереди такая цепочка стоит, но времени катастрофически не хватает, чтобы все закончить и выпустить. Потому что идей много, но я их попозже расскажу. А вот по поводу конца каждого проекта, я говорю, для меня, как бы, итогом каждого проекта является, в первую очередь, это итоговый альбом о том, что ты снимаешь, плюс выставки и презентации по всему миру. И, как бы, ну, в этом году к этому проекту добавилось, что мы с Василием Сараной сделали, спасибо ему. Снял фильм, который очень популярен на «В поисках кадра мечты». Это его название. Я бы назвал по-другому, но вот так решил назвать. О том, как я снимал на плато Патарана. Мы снимали этот фильм просто даже так, скажем, не прилагая никаких усилий. Параллельно тому, как шла наша жизнь, как мы жили там на озере Аян, как мы жили на самом высоком водопаде России, на реке Канда, как мы плыли по тундре на полуострове Таймыра. Все это правильно снимали. И получился такой душевный, хороший фильм, как бы. И он очень популярен. Люди смотрят. Он в интернете есть, да, его можно найти. Да, можно найти и посмотреть. Но мы вот буквально вчера с ним говорили, что, блин, если бы мы потратили хотя бы чуть-чуть побольше времени... Еще лучше могли бы сделать. Еще бы сделать могли лучше, потому что сейчас технические возможности позволяют снять гораздо интереснее. То есть каждый год все возможности улучшаются. нужно их использовать, просто жить много со временем. А по поводу конца коньерка, конца проекта, я говорю, что сложно очень остановиться, потому что каждый раз возвращаясь, что-то остается недоснято, что-то не получилось, что-то нужно переснять, какая-то идея рождается. И вот сейчас... То есть, вполне возможно, вы вернетесь еще туда? Да, у меня сейчас в планах... То есть я выпустил альбом, который называется «Плато Патарана». Вот там как бы в этом альбоме я хотел показать как бы вообще, что такое «Плато Патарана». Потому что люди, вот сейчас если выйти на улицу, то 99% не знают, что такое «Плато Патарана», где оно расположено, что на нем интересного. Я как-то выступал в Европе, и когда вышел на сцену, я говорю, знаете ли вы, что такое «Плато Патарана»? Они там... Да, это в Китае. Нет, это в Америке. В общем, прозвучали все страны, кроме России. Да, кроме России. На самом деле, это Россия находится недалеко от города Нориск. Это там 30 минут лета на вертолете. Уникальное плато. На нем расположено огромное количество водопадов, сколько их никто не знает. Плюс очень красивые озера. Плюс там проходит самая крупная миграция дикого северного оленя в России. Там много чего, много плюсов, но об этом мы ничего не знаем. Вот я собрал, как бы так, поверхность самая лучшая, собрал этого альбом под названием «Плато Патарана», который уже пересдался 4 раза. Я думаю, он еще будет пересдаваться, потому что он пользуется очень большой популярностью. И у меня сейчас вот родилась идея сделать альбом водопада «Плато Патарана». Потому что, ну, чтобы люди не мучились, не бегали по плато, не искали, где они. Я хочу сделать, каждый водопад привязать там координатам, сделать небольшое описание, показать его в разное... То есть это некий путеводитель уже такой для фотографов. Ну, даже не путеводитель, это альфа-альбом. Фотографов. Это показать его в разное время года, чтобы люди понимали, как выглядит водопад. Потому что реально каждое время года, оно по-своему красиво и сложно сказать, какое лучшее. А когда смотришь водопад, снятый там с одной точки, вот у меня, допустим, на выставке будет один и тот же водопад, снятый с одной точки в разное время года. И люди поймут, как развиваются события. То есть это небольшая такая история жизни этого водопада. И вот я хочу сделать подобный такой альбом. Сейчас вот, может быть, это будет 10, 15, 20 таких водопадов, самых-самых знаковых. И вот такая история про каждый водопад. Все описать их невозможно. Не хватит жизни даже облететь, обойти и посмотреть их. Потому что они все... Есть прямо близнецы-братья водопада. То есть вот смотришь, она один-в-один... Один-в-один, даже не дайте отличий. Да. А есть совершенно разные. То есть вот таких, как один-в-один, то есть, может быть, таких и не буду показывать. Вот те, которые... Различия, которые красивые, там, высокие, красиво замерзают. Есть водопады, которые красивые летом, но зимой они не замерзают. Есть знаковый водопадок. Так вот, например, на реке Канда самый высокий водопад с прямым падением воды в России 108 метров. Когда на это смотришь, реально... Впечатляет, да. И глубина каньона, там, порядка, может быть, около 300 метров. То есть там две ступени. Это реально вынос мозга. То есть когда туда влетаешь на вертолете, то такое чувство, то есть... Саму хочется расправить крылья, лететь, потому что настолько там красиво. Это, наверное, самое красивое место на потопу Тарана. Вот именно каньоны реки Хибарба и реки Аран. Это самое-самое красивое место. Друзья, давайте сейчас посмотрим немножечко еще слайд-шоу, фотографии, которые как раз предоставили нам в фестиваль «Первозданная Россия». Эти фотографии, которые сейчас вы увидите на своих экранах. Ну, конечно, лучше их увидеть непосредственно посетить фестиваль, да, эту выставку посмотреть. Какие-то, может быть, будут повторяться с предыдущим нашим роликом, но я думаю, что это даже будет только плюсом, потому что на эту красоту можно смотреть бесконечно. Сереж, ну вы сейчас... Большая часть, скажем так, вашего времени, я так понимаю, посвящена Арктике. Да, сейчас как бы... После того, как я ушел с Камчатки, но я не ушел с Камчатки, я туда хочу вернуться. Я говорю, что сложно сказать стоп, всегда рождаются идеи. Допустим, вот по Камчатке у меня есть три идеи. Я последний раз снимал там на Камчатке в 2012 году извержение «Вулакана плоский толбачик». И вот с того времени у меня есть три идеи. Прошло тысячи фотографов, и они все переступили через это. То есть они как бы идут рядом, но никто не увидит это. Вот я хочу как бы снять эти три идеи и показать людям... А просто не видят и не приходила в голову мысль? Или там есть какая-то опасная штука? Нет, это не опасная, это совершенно просто. Просто люди не хотят думать. Уже про проторенные дорожки и шагают. Да, они видят цитографию. Хотим то же самое. То есть вот первое время, когда люди приезжали на Камчатку, они покупали альбомы, мне сотрудники заповедника рассказывали, говорят, они берут под мушку альбом, открывают страницу, хотим с этого места снять медведя. И все. То есть я говорю, нужно думать, нужно придумать какие-то новые истории, новые сюжеты, новые идеи, внедрять их в жизнь. То есть вот три идеи, которые я хочу воплотить уже там 10 лет у меня в голове, я хочу вернуться и сделать их. Ну это как бы отступили маленькие от темы. О чем мы говорили? Про Арктику, что вы сейчас очень изучили. Как я ушел с Камчатки, я начал снимать большой проект «Русская Арктика». Вообще этот проект начался в 2010 году, но когда он закончился, я не знаю. Этот проект очень большой. То есть в него ходит, ну представьте, наша «Русская Арктика», она самая большая в мире. А кто-то сейчас может сказать, господи, а разве там не все одинаково, разве там не просто снега-снега-снега? Вот смотрите, взять Чикотку, знаменитый остров Врангеля, Новосибирские острова, полуостров Таймыра, Новая Земля, земля Франца Осипа, полуостров Ямал, все это «Русская Арктика», все побережья острова, которые туда входят. И у меня вообще идея снять, я снимаю этот проект также при поддержке Русского графического общества и моей любимой компании «Никон». Я хочу снять этот проект, то есть я снимал там на Врангеле, на Таймыре, на плато Патарана, на Чикотке, по каждому проекту я делаю свой отдельный альбом. И потом, когда я сейчас начал снимать на земле Франца Осипа, это вообще отдельная тема, отдельный большой проект, к которому я сейчас тут готовлюсь и буду снимать его. Когда вы отправляетесь? Я туда поеду летом дважды. Ну, это такое труднодоступное место. А что значит «готовлюсь» для фотографа? Ну, готовлюсь, это нужно приготовить. Допустим, я расскажу, как я готовился на остров Франгеле. Чтобы снимать там, ну, остров Франгеле, когда я начал снимать, там было всего три человека сотрудника метеостанции и плюс шесть человек сотрудников заповедника. Немного, да. Да. И мне нужно было на чем-то передвигаться. Я купил снегоход, сначала купил квадроцикл, но я купил его знаете где? В Новой Зеландии. Где Новой Зеландии и где остров Франгеле. И у меня знакомый капитан корабля шел с Новой Зеландии, я ему говорю, Родни, довези, пожалуйста, квадроцикл до острова Франгеля. Доставил? Доставил, денег не взял. Знаете, как в Москве такси едет, ребята, довезите там. С Кутулского до Рублевки. Понимаешь, значит, человек мира просто, Сергей. Довезли, денег не взяли. Я квадроцикл купил в Москве, отправил его в Архангельск, в Архангельске на корабле Михаил Сомов, мы его отправили на остров Франгеля, также топливо туда довезли, все необходимое лагерное оборудование. Какой легендарный квадроцикл просто. Это снегоход и квадроцикл, потому что зимой я передвижаюсь на снегоходе, а летом я передвигаюсь там на квадроцикле, потому что пешком там ходить невозможно, остров огромный, там 110 километров в одну сторону и там 100 в другую. Поэтому я очень благодарен. Вообще, наверное, остров Франгеля это жемчужина нашей русской Арктики, самое лучшее место в Арктике, это если кто-то собирается туда поехать, то я всем рекомендую ехать только на остров Франгеля. Это реально... Что там делать сейчас? Многие задались вопросом. А вы знаете, в этом году 19 сентября люди засняли уникальное явление, которое показывали по всем каналам Милы. Я приехал, был в Европе, включая телевизор и показывал остров Франгеля. Знаете, что там было? Нет. Больше 200 медведей в одном месте, в одном кадре. Ложеньки мои, что же это такое? Вот это вы увидите на первозданной России, эти фотографии. Выбросила мертвого кита на берег, к берегу просто его прибило и к нему собралось такое огромное количество медведей. Кирушка. Да, это большая тусовка была медвежья. Я видел подобное в 11-м году, но у меня было 100 медведей. Тогда они собрались на лесбищи моржей. Вот в одном кадре у меня там было 29 медведей. Ну, просто я в округе видел там 137, что ли, не дай бог в памяти. Сейчас 240 медведей в одном кадре. Такого не было вообще никогда в истории. Вообще, такое можно раз увидеть и сказать. Ну, вообще, такое в истории может повториться раз в жизни, а то может не повториться. То есть, вот люди, которые были там в это время, это увидели, сняли на первознанной России и увидим эти кадры. Просто уникальные кадры, которые, они, может, никакой художественной ценности, но с точки зрения природной и, скажем так, познавательской, это колоссально интересно. Вот придите, посмотрите, я говорю, когда в одном кадре такое количество медведей. Просто... Это что касается этого кадра, а какие там остальные, все они достойны, безусловно, внимания. Надо сказать, для тех, кто, может быть, не знает, Сергей объявил вообще огромное количество стран уже. И это не только там север нашей страны, это и другие страны, это и Африка. И, кстати говоря, именно с Африки все как-то поменялось в вашей жизни. Ну да, в Африке, как бы, наверное, произошел шелчок, и я взял в руки камеру и начал снимать. Начал снимать леопардов. И снимаю их уже много-много лет. Я выпустил один альбом, сейчас готовлю один, еще один альбом по леопардам. Леопардам — это моя, скажем так, большая африканская страсть. То есть, если здесь меня называют медведевый фотограф, то там леопардовый фотограф. И меня там многие знают, я очень много снимал в Ботсване, и в этом году мне посчастливилось сюда вернуться. После большого перерыва я переехал в Южную Африку, сейчас снимаю в парке Ландалозе. И в этом году я вернулся в Ботсвану. И, вы знаете, так тепло в меня, то есть там, где меня помнят везде, но как меня там встречали, то есть у меня просто слезы на глазах. Это виды сейчас по вашим глазам, которые светятся очень. Это было безумие какое-то. Я, честно сказать, восхищаюсь вам, Сергей, не только, конечно, вашими работами, вашим таким очень, наверное, невероятно ответственным отношением к этому делу, любовью к нему, но еще и тем, что вы в определенный момент своей жизни просто не побоялись, взяли, рискнули и поменяли ее. Абсолютно. Пошли совершенно другим путем. Я хочу рассказать, если позволите, о том, что Сергей был, наверное, крупным бизнесменом и, более того, руководителем, вице-президентом нефтяной компании. Ну, можете себе представить все-таки какой-то человек, у нас есть какие-то стереотипы, какие-то люди, какого склада ума, характера и так далее. И тут буквально там, ну, может быть, это кажется нам, что в один день, наверное, был какой-то период, раздумывали, думали, да, стоит или нет, но тем не менее вы поменяли свою жизнь, изменили. И, как говорите в интервью, этот период как раз оказался намного ярче и интереснее. Ну, я скажу, что если разделить мою жизнь до и после, извините, то с того момента, как я взял в руки камеру, она намного интереснее, насыщеннее и, скажем так, имеет какой-то смысл, потому что я вижу, что мой труд востребован, что это нужно людям, что это интересно, и я с удовольствием снимаю и показываю это. И я скажу, что моя, скажем, жизнь после того, как я взял в руки камеру, намного для меня интереснее. И я благодарен судьбе, что я смог сделать этот шаг, изменить это, и реально я счастлив. А что касается ваших близких, ну, вот супруга, та, с которой уже много лет, дочери, они поддерживали вас в этом? Ведь они же понимали, что их жизнь тоже сейчас очень круто изменится. Вы знаете, первое время не готовы были убить меня, потому что я очень много провожу вне дома. Конечно. То есть, моя жизнь сплошная экспедиция, то есть, я приезжаю с одной поездки, там бывают такие дни, что я утром... Это значит, как везде наши жены пушки заряжены, у вас камеры, у художников, у фотографов. Да, и, соответственно, ну, сейчас они привыкли уже, как бы так, с пониманием относятся. Это я стараюсь, потому что понимаю, что времечко идет, я как бы стараюсь больше выделять семье, детям, внучкам моим, и я с удовольствием провожу с ними время, езжу в отпуск, езжу, но стараюсь как можно больше быть дома, потому как я понимаю, что самое ценное это все-таки семья. Почему вы не фотографируете людей? Я не умею фотографировать. Я говорю, как это? Как это? Можно уметь фотографировать медведя в воде и буквально чуть ли не пасть его и при этом не уметь сделать фотографии? Я не знаю, мне все обижаются, почему я не фотографирую дома. Я говорю, он есть айфон, наберите и фотографируйте. И сами, тем более сейчас, селфи, ради бога, делайте это. И это самая важная проблема дома, то, что у нас в доме нет, на стенах не висят фотографии, я не фотографирую, все обижаются на меня. Ох, боже мой, ну я думаю, что уже привыкли к этому, наверное, да? Сереж, ну скажите, пожалуйста, на сегодняшний день любая опасная съемка, она же уже не столь опасна, наверное, да, для вас? Как вы говорите, когда вы начинали, вы подходили, нарастаневаете на руки к любому животному и делали снимки. То есть сейчас есть возможность сделать это дистанционно, да? Устанавливается камера. Я вообще не поддерживаю дистанционную съемку. Я считаю, что съемка должна вестись вживую, поэтому другая ценность фотографии, другой. Пусть она будет хуже, может быть, получится, но я больше, чем уверен, что когда снимаешь вживую, то как бы и правильно угол подберешь, и правильно настроение, там как зверь же будет смотреть, животное, тот же леопард, медведь. То есть в этих всех искусственных постановках, то есть они все равно насторожены. А когда-то животное привыкает, тебе уже не обращают на тебя внимания, ты начинаешь снимать, как бы они не боятся твоего присутствия, ты начинаешь выбирать моменты, те, которые тебе нужны. Как у меня говорят мои хорошие знакомые, Алексей Маслов, то есть, можно сказать, мой учитель такой, первый, мы с ним много провели на Камчатке, он говорит, Сергей, не нужно гоняться с животными, вот хочешь, то есть снять медведя на этом камне. Медведь рано или поздно придет. У меня бывали такие случаи, допустим, я приезжал на Камчатку, там в день видел, там больше ста медведей, там 70 от них из этих медведей убегали, там 30, там 25 оставались, 5 оставались и позировали, и один из них оставался и был моим любимым, то есть, его обычно и снимаешь, потому что он как-то дает возможность для съемки, ты его знаешь по ватке уже, начинает у вас какая-то вырабатываться. Ну, какая-то симпатия даже, да, другую? Ну, не только симпатия, ты начинаешь понимать этого зверя, у каждого зверя существует свое личное пространство, допустим, у одного это 50 метров, у другого там 5 метров, некоторые подходят, допустим, до этих 5 метров, все, вот стоп, это моя граница, и дальше я не пойду. Ты начинаешь к нему подходить, и он начинает от тебя отходить, то есть, вот эту границу они держат. Некоторые, бывают нахальные медведи, то есть, особенно молодые тинейджеры, там 2-2,5 года, они начинают там взрослеть, хотят проверить себя, там в лодке пытаются к тебе залезть, ну, там берешь обыкновенный камушек, кинул у него, испугал, ну, взрослый самцы, наверное, сам, ну, вообще, поведение с медведями, это отдельная история, я могу рассказать. Господа, это отдельная программа, я так понимаю, друзья. Это целый ликбез, который нужно пройти, жизненный ликбез. Мы прервемся ненадолго, очень скоро вернемся, оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Программа «Лучшее в стране», друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Горшков, фотограф дикой природы, я вам хочу напомнить, завтра открывается в Центральном доме художника замечательный фестиваль природы, первозданная Россия, общероссийский фестиваль, который продлится до 25 февраля. 140, или я же, сколько художников Сергея представлены? Нет, 140 тысяч, я говорю, посетителей было в прошлый год. 140 тысяч посетителей. Тысяч посетителей, хорошо. А 160 фотографов в этом году. В этом году представлены работы, в том числе и Сергея, да, со всей России. Программа у фестиваля очень насыщенная, но, как правило, это всегда бывают первые дни, а не самые такие. Нет, не в этом случае. Каждый день будет программа, то есть у нас каждые выходные будет насыщенная программа, а вот когда самое большое количество посетителей, в среде недели тоже будет программа, но выходные, все выходные будут там, первые выходные будет день фотографа, то есть я уже говорил, будет два дня выступать фотографы с России, будут зарубежные фотографы, потом будет там день, грубо говоря, Никона, день еще чего-то, день, то есть каждые выходные будет какой-то день, день РГО, где они будут рассказывать о деятельности РГО, то есть каждые выходные какая-то интересная программа, которая, ну, можно найти на сайт и посмотреть, и знакомиться. Каждый найдет в себе как бы занятие по своим интересам, то есть там будут фильмы транслироваться, документально, но вообще я хочу сказать, что площадка вот на первозданной России объединяет, и там у нас не было раньше такого, чтобы в одном месте объединились фотографы, фотографы и документалисты дикой природы, здесь это можно, то есть мы там будем показывать и документальные фильмы о дикой природе, которые снимают наши, то есть у нас, к сожалению, в нашей стране это очень-очень такая ниша, которая не занята еще, не задействована, но вообще съемка дикой природы это самое дорогое, что можно себе представить, и если бы у нас наше правительство, наши боги помогли нам, то мы бы сделали очень хорошее, я скажу, сейчас буквально пару секунд, я встречался с китайцами много лет назад на BBC как раз на конкурсе, и я спросил, ребят, сколько у вас фотографов дикой природы, они говорят, ну, не сильно много, человек 15 на всю страну, честно говоря, меня так это удивило, и в этом году, в том году, в сентябре, встретился с тем же человеком в Финляндии, я говорю, ну сколько сейчас у вас фотографов, а вы знаете, это уже миллионы, говорят, у нас, говорит, правительственная программа, мы посчитали всех животных, всех птиц, всех насекомых, все травинки, всех рыбок, собрали кучу фотографов, дали каждому необходимую технику, три года, вот, ты снимаешь тигра, ты снимаешь глухаря, ты снимаешь там, карасика, ты снимаешь такую травинку, за три года собирается самое лучшее, и делается проект под названием Дикой природы Китая, блин, почему у нас такого не сделать, вот у меня мечта сделать подобный проект в России, Дикой природы России, собрать всех фотографов, при поддержке нашего правительства, не знаю, спонсоров, русского графического общества, телерадиоканал «Страна-ФМ». Да, это был суперский проект, который был любим всей страной, то есть его нужно только постараемся донести, чтобы пробить его. Все получится, обязательно, я вижу это в ваших глазах, и верим мы все это. Сереж, скажите мне, пожалуйста, как вам кажется, любовь по всему миру, все-таки, к дикой природе, она откуда, почему необходимо нам все-таки ходить, если нет возможности съездить в эти отдаленные уголки, то хотя бы посмотреть, полицезреть эти яркие, запечатленные моменты. Ну, любовь вообще рождается, наверное, она с детства, допустим, мне любовь к природе привил мой отец, я родился в далекой сибирской деревне, и благодарен ему, потому что я все свое детство, у меня не было телевизора, когда я рос, ну, очень долгие годы, и я все свое время проводил в деревне, на дикой природе, там, бегал за куличками, гонял вокруг нор лис, и это было такой забавой, и в то же время познанием для меня. Сейчас многие из этого лишены, они видят, но вот фотографии и подобные выставки, это, наверное, один из многих таких мест, где можно погрузиться, хоть ненамного, отвлечься от городской суеты, погрузиться в мир дикой природы, и будет здорово, если туда придут с семьями, придут с детьми, покажут и расскажут, что такое дикая природа, покажут животных, то есть, у нас же, скорее всего, что многие фотографы там и животных-то, диких, и не видели, то есть, к моему удивлению, допустим, моя внучка первый раз корову видела в Австралии. В Австралии, вот это удивительная история, правда. Я приехал, да, то есть, к моему стыду, я когда, она приехала, она оттуда мне говорит, она меня Сергей называет, говорит, Сергей, я корову, и я офигел, блин, это мое упущение, я не показал ребенку корову, то есть, а вы все медведи, а я все медведи, а ребенок у меня, вот это мое, мое упущение, то есть, честно говоря, мне стыдно, то, что мой ребенок увидел первый раз в жизни корову в Австралии. Сергей, у нас осталось полторы минуты час, это невероятно мало времени для того, чтобы общаться с таким человеком, как вы. Я вас хочу поблагодарить за визит к нам, за то, что вы делаете, и, конечно, очень ждать будем новых и новых встреч вместе с вами, я хочу вам пожелать удачи. Что еще фотографам желают? Удачных кадров? Хорошего света. Хорошего света. Вот тогда я вам пожелаю. Знаете, что еще невероятно здорово, а поговаривают, что с зарубежным фотографом дают специальные какие-то задания приехать в Россию, сделать самые такие неприличные, какие-то нехорошие, дурацкие совершенно кадры, чтобы представить нашу страну там за рубежом. А вот наши фотографы в вашем лице... Я вам скажу один случай. Я однажды выступал в Германии, и передо мной выступал фотограф, который проехал всю Россию на поезде от запада до востока. И он снимал разбитые туалеты, в общем, все, что можно увидеть. Я в любую страну мира могу найти и то же самое наснимать там. И когда я это увидел, у меня волосы дымом стали. Я вышел на сцену, я по-немецки не говорю, я через переводчик сказал, что сейчас я ее увидел, мне было очень стыдно. И что это полная неправда. Да, это полная неправда. И я вам сейчас покажу другую Россию. И вы это сделали. Я показал вам Камчатку, и когда зал 2000 человек встал и аплодировал, и самое интересное, что в этом зале оказалось человек 500 или 600 россиян, которые пришли, эмигрантов пришли там. Сергей, у нас финал программы. Спасибо. Сергей Горшков, друзья, величайший фотограф. Спасибо. Спасибо.